Я вас приветствую, с вами вновь Александр и сегодня я хочу рассказать и показать вам очень интересное детское автокресло компании Römer. Модель называется Kitfix XP Sigt. Это, кстати, топовая модель компании Römer. Ну, собственно, обо всем поподробнее. И что из себя представляет это детское кресло Römer Kitfix XP? Она предназначена, как я уже говорил, от 15 кг до 36 кг. Это что касается веса ребенка. Возраст, это дети разные все-таки бывают. Это ориентировочно 3-4 года от 3-4 лет. Вес от 15 кг, повторюсь. И рост ребенка, вот очень важный момент, рост ребенка должен быть около метра, очень близко к метру или больше. Меньше, к сожалению, нельзя. Это очень важно, потому что если вы будете ребенка крепить взрослым ремнем, а в этой модели вы только так и крепите, и при условии, что ребенок будет ниже 100 см ремень, окажется у него на горле. В ДТП нельзя этого допустить. Поэтому строго пытайтесь от метра. Что касается безопасности этой модели, вы можете, в принципе, самостоятельно зайти на сайт adag.de, это очень уважаемый ресурс, который проверяет кресло на уровень безопасности, и посмотреть, что это кресло заслужило очень высокие оценки по безопасности. Оно в топе, в лидерах, поэтому можно смело доверять ребенку. Что касается самих систем безопасности в этой модели, она отличается, у нее есть свои особенности. Эта модель имеет очень высокий уровень безопасности при боковом ДТП. Здесь установлена система XP-SICT. Что она из себя представляет? Вы откручиваете вот этот регулятор со стороны окна. Если вы справа поставили, соответственно, справа, слева вы поставили, слева. Но со стороны салона откручивать не обязательно. Там это не нужно откручивать, только со стороны окна. И в случае, не дай бог, происходит ДТП, машина врезается, и вот эта система SICT гасит энергию удара в первую очередь, принимает ее на себя, а потом уже только боковая спинка. Также для безопасности ребенка здесь установлена дополнительная система. Она называется XP-PAD. Сейчас я вам наглядно покажу, как это выглядит. Пропускаем ремень в специальный направляющий. Его нужно всегда там проводить, никак иначе. Таким образом образуется такая накладка на ремень безопасности. И при лобовом ДТП это очень сильно снижается, нагрузку с позвоночника ребенка. Что касается посадки ребенка в этой модели. В принципе, посадка в группе 2-3, практически во всех креслах, она очень похожая. Здесь нету отдельных каких-то регулировочек по наклону. Здесь все стандартно. У спинки есть свободный ход, благодаря которому и образуется небольшой наклон. То бишь, какой наклон у спинки автомобильного сидения, такой наклон вы получите и в детском кресле. На мой взгляд, что касается минусов именно посадки, это мое личное мнение. Мне кажется, что в этой модели немножечко коротковатка сидушка самого сидения. И может быть будут затихать ноги. Но это мое личное предположение. Не могу этого гарантировать. Мне это кажется. Что касается ткани. Здесь вы, наверное, уже заметили расцветкой зебра. Она называется. И эта ткань, конкретно в этой расцветке, она бывает как велюровая такая. Очень-очень приятная на ощупь. И зимой, когда машина холодная, еще тактильно, она не создает ощущение ледяное. Она, наоборот, такой, как бы греет немножечко. И летом тоже ребенок особо потеть не будет. Реально очень хорошая ткань. Бывают также еще более простые ткани. Кстати, вот сзади меня стоят кресла в простых тканях. Это не значит, что они плохие. Они тоже хорошие. Но здесь используется очень благородная ткань. Здесь немножечко попроще. Но тактильно тоже приятные. Они износостойкие. Они легко чистятся. Кстати, немножко попробую вам показать. Все ткани на всех детских креслах. Реомер очень легко можно взять и снять для стирки. Потом это все так же легко одеть обратно. Это никакого труда не составит. Очень все, в принципе, очень просто и практично, самое главное. Так, сейчас я покажу вам, как это все крепится. Ремень, как пропускается, здесь я уже вам показал. Все стандартно. Ремень выпускаем. И защелкиваем его в автомобиле. Потом немножечко подтягиваем, соответственно, чтобы он не висел. Вот. И ребенок, соответственно, у нас сидит под ремнем. Теперь покажу, как крепится само кресло к автомобилю. Автомобиль должен обязательно быть оборудован системой Isofix. Я вам сейчас покажу, что это вообще такое. Что такое система Isofix. Кстати, сначала еще покажу, как крепится, регулируется подголовник. Я вам еще не показал. Сзади на подголовнике есть специальная ручка, за которой мы тянем и поднимаем вверх. Вот, в принципе, вам прекрасно видно, что уже очень большой диапазон регулировки. Минимальный, как я уже говорил, это приблизительно 100 сантиметров. Максимальный, это ориентировочно 140, может быть, где-то так. Приблизительный рост ребенка может быть при максимально поднятом положении подголовника. Так, вернемся к креплению Isofix. В автомобиле на заднем сидении, к сожалению, не все автомобили оборудованы системой Isofix. Но все же в большинстве он есть. И перед покупкой обязательно убедитесь, что именно в вашем автомобиле есть эта система. Проверить это очень просто. На задних сидениях в автомобиле вы можете просунуть руку справа или слева и нащупать металлические такие скобки в автомобиле. Визуально они не видны, но на ощупь легко их можно распознать. Вот, за них и нужно крепить. А в самом кресле, в этой модели, например, есть такая кнопочка. Ее нажимаем и вытаскиваем Isofix. Берем его в эти направляющие. Защелкиваем. Все, до характерного щелчка. И еще обязательно проверьте после установки, чтобы здесь на креплении обязательно появится зеленый индикатор в случае правильной установки. Вот этот я еще не закрепил. Вот, в принципе, все держится очень хорошо и плотно. Так, что еще? Ну, наверное, в принципе, все, что можно было рассказать про это кресло Römer Kit Fix XP Sigt. И давайте подведем итоги. Кресло, это произвело на меня очень хорошее положительное впечатление, потому что у него очень хороший уровень безопасности. А на мой взгляд, это первое, на что нужно обращать внимание. Мне понравилась посадка в этой модели. Очень хорошая поддержка головы. Единственное, как я уже отмечал, что мне не совсем понравилась длина сидушки. На мой взгляд, она должна быть немножечко длиннее. Но, опять же, кому как. Может быть, ваш ребенок будет нормально и прекрасно там сидеть. Мне нравится то, что вы можете приобрести подобного рода расцветку с такой тканью. Не всем может понравиться зебра, но мне лично очень понравился этот цвет. Не нравится, можно взять, в принципе, обычную расцветку. Ткань, в принципе, незаметно и похуже. Немножечко есть, конечно, разница. Но она не хуже, она другая немножечко. И все. В принципе, не знаю, на мой взгляд, стоит обратить внимание на эту модель. И небольшой совет. Перед тем, как заказывать это кресло, я бы посоветовал вам взять ребенка, приехать в магазин, посадить в одну модель, в другую, и сделать уже свой правильный выбор. Ну, собственно, еще хочу поблагодарить магазин Мир Автокресел, который предоставил для нашего обзора эту модель детского кресла. Ну, а, собственно, с вами был Александр. Всего вам доброго.